Всем привет! Вы на канале Стройгаранта Анапа. Рада вас приветствовать. Ждем ваших лайков и, конечно же, комментарий. Потому что сегодня мы будем отвечать на самые часто задаваемые комментарии, которые от программы к программе повторяются. Итак, вопрос номер один звучит следующим образом. Какой у вас фундамент? Фундамент у нас ленточный, монолитный. Есть вопрос, сколько вы строите дом по нашему проекту? Ну, то есть, проект наш, который у нас есть, дом строится порядка 9 месяцев. Все, заезжай и живи. Дальше, следующие вопросы уже на примере дома, который готовится к сдаче. Немножко недостроено, чтобы было понятно, что к чему и почему. На примере этого дома, кстати, это 90 квадратных метров, сразу можно обратить внимание. В обычных наших проектах плитка предусмотрена в прихожей. Здесь же, по желанию заказчика, плитку можно сделать по всему периметру. То есть, здесь мы видим, плитка у нас в кухне-гостиной, санузел. Вот и здесь предполагается теплый пол. Это тоже пожелание заказчика, потому что мы не видим, чтобы здесь были радиаторы. Значит, они именно в полу. Вот, это одноэтажный дом 90 квадратных метров. У нас спрашивают, какое здесь перекрытие. В данном доме уже потолок переведен в порядок. Перекрытие мы сможем посмотреть именно в санузле. И здесь деревянное перекрытие. Ну и все, конечно же, сделано, выполнено по технологии. Касаемо двухэтажных домов, там перекрытие совершенно другое. На примере дома 145 квадратных метров мы вам визуально покажем, какое здесь перекрытие. Забегая вперед, скажу, что оно монолитное по всему периметру. Итак, видим мы то самое перекрытие. Еще стоят колонны, которые придерживают всю эту тяжесть, чтобы все было четко и ровно. В соседней комнате такая же колонна, то есть основные уже убрали. Заливка произошла, сейчас смесь высыхает. Ну что ж, перекрытие монолитное, дорогие друзья, в двухэтажных домах у нас абсолютно во всех проектах двухэтажных. Еще спрашивают, ну прям напрямую скажу, как есть, почему ваши разработчики, проектировщики не могут додуматься предусмотреть бойлерную в доме, ну чтобы как бы оптимально использовать пространство. Ребят, это есть, это все по желанию заказчиков. На примере, опять же, этого дома мы видим, что терраса, где достаточно большая, просторная, используется именно с бойлерной. Бойлерное помещение здесь 5 квадратных метров. И вот сюда вы видите, как бы все полностью управление. То есть теплый пол, вода сюда заведена. То есть можно и стиральную машинку установить, и раковину для технических, ну чтобы тут там собачку помыть, например. Есть такое решение. Опять же, это все зависит от желания клиента, потому что на этапе строительства вы можете максимально менять и что-то добавлять в своем собственном доме. Хотелось бы отметить, что в каждом проекте нашей компании есть возможность вынести бойлерную как отдельное помещение. То есть это касается дома и 60, и 50, и 65 квадратных метров. А, ну опять же, вернемся еще к одному вопросу. Есть ли у вас дом 60 квадратных метров? Да, есть такой дом. Компактный, удобный. Там две спальные комнаты, свободная кухня-гостиная, санузел и терраса. Проект вы видите сейчас рядышком от меня, так что можете с ним ознакомиться. Больше информации именно о этом доме, конечно же, на нашем сайте и на нашем канале. Сегодня мы блицом отвечаем на самые сейчас задаваемые вопросы. Следующий сейчас задаваемый вопрос о подвальном помещении, так называемом цоколе. Можно ли его сделать? Да, ребят, мы часто говорим в наших программах, что это можно и возможно. Вновь на примере дома, где мы сейчас находимся, видим, что, напомню, этот дом строится под заказчика. Видим, что здесь цоколь выполнен под террасу. Но это 100% все делают именно так. Это удобно и практично. О его плюсах, думаю, и с лишним говорить. Самое главное, нужно понимать, что в любом проекте цоколь можно сделать. То есть вам нужно лишь об этом сказать нашему проектировщику в отделе продаж. Позвонить, сказать, мы хотим, вам скажут, что для этого надо. Часто спрашивают, как лучше использовать землю, что здесь можно построить. Но вот наглядно хотим показать. Мы находимся в жилом комплексе морской. Здесь 6 соток земли. Здесь решили установить небольшой бассейн. Небольшой, но что еще надо, когда дом рядышком, рядом бассейн. Причем здесь в морском всего 4 километра до моря. То есть, как говорится, все 33 удовольствия. Многие на своем участке еще строят баньку. Я вижу это вот на заднем плане оператора. За ним банька. То есть, бассейн. Здесь банька тоже впишется свободно. По-разному. Кто-то строит теплицы. В общем, что душе угодно, друзья. Мест хватает. Ну, конечно, какое-то глобальное фермерство. Ну, наверное, маловато будет. Но кто об этом думает, когда переезжает на юг? Еще один вопрос. Звучит следующим образом. Есть ли у вас дом одноэтажный с тремя спальными комнатами и двумя самузлами? Ну, на примере 90-го дома. 90 квадратных метров. Не так давно мы снимали обзор. И там действительно было принято решение сделать два санузла. Ну, напомню, что из себя представляет проект 90. Это три спальные комнаты. 12 квадратных метров. 11,7. И 17 квадратных метров комната с эркерными окнами. И вот здесь в одной их спаленге, 12,7 квадратных метров, принято решение было установить еще один санузел. То есть, да, это возможно сесть. Вот как вы хотите. Три спальные комнаты, два санузла. То есть, опять же, можно. То есть, все это надо оговаривать на этапе строительства. Или позвонить на швен, спросить, а что у вас есть из моих пожеланий? Вам, конечно же, подберут. Потому что, ну, например, в Жемчужине, это поселок Сабанабалка, еще есть и дома о свободной продаже, и есть свободные земельные участки. Их осталось немного в третьей очереди. Но вот именно там можно построить дом своей мечты. Кстати, его многие там строят. Смело могу сказать, самый часто задаваемый вопрос в комментариях, сколько стоит дом, который вы показываете. Почему вы не пишете цены, вы скрываете цену. Вот об этом, дорогие друзья, пишут все. Конечно же, интересно знать цены на дом. Есть причины, по которым мы сразу это не говорим. Ну, во-первых, мы снимаем материал о том или ином доме. Выходит он, ну, через неделю. Выходит он через две недели. Цена может быть неактуальна. Вот поэтому мы иногда не указываем цену на дом, когда знаем, что ролик выйдет немножечко позже. Наша задача, главное, показать, что он из себя представляет. Больше информации, конечно же, у менеджеров. И по телефону WhatsApp можно просто написать, а сколько стоит дом такой-то там-то. Все, вам менеджер сразу же ответит, вот буквально в течение 30 минут, может быть, даже быстрее. Так что не стесняйтесь, пишите всегда актуальная информация по телефону горячей линии, которую вы видите сейчас на экране. Мы сегодня постарались ответить на самые часто задаваемые вопросы. Так что и к этому видео тоже пишите комментарии. Мы подберем, выберем ответы на вопросы и на них ответим. Кстати, в нашем чате, где мы отвечаем на вопросы, всегда есть ответы. Даже на цены актуальные мы тоже отвечаем. Так что просто нужно смотреть, открывать и следить. На сегодня это все. До новых встреч. Пока. Ставьте лайки и подписывайтесь. До новых встреч.